Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Казначейство уменьшилось значительно с 20% до 9%. Средний возраст предпринимателя в Кировской области – 42 года, самому молодому – 15, самому старшему – 84. Программа Экономика. Казначейство проверит расходы Кировской области по нацпроектам. Об этом заявил на встрече с губернатором, исполняющий обязанности руководителя управления Федерального казначейства по Кировской области Александр Стариков. По его словам, в 2021 году пройдут проверки по расходам федеральных денег по проектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Культура», «Здравоохранение», «Экология», «Демография» и «Образование». Напомню, что Кировская область – участник проекта казначейства по мониторингу нацпроектов. В 2020 году регион участвовал в реализации 10 проектов, было израсходовано 10 миллиардов рублей, 3 четверти суммы из федерального бюджета. Экономика. На 101 АФМ. Кировские власти изменили законы по поддержке частных инвесторов. ОЗС одобрила на минувшей неделе два законопроекта, которые касаются инвестиционной политики. Первая инициатива закрепляет понятие «приоритетный инвестиционный проект», уточняет порядок отбора таких инициатив. Они могут быть в различных сферах – это сельское и лесное хозяйство, обрабатывающее производство, наука, образование, культура, спорт, здравоохранение. В зависимости от отрасли инвестору будут предъявляться требования по количеству созданных рабочих мест и объемам капитальных вложений. Чтобы получить поддержку государства, инвестор должен будет обеспечить включение своего проекта в перечень приоритетных, платить сотрудникам не меньше двух мрот в месяц, не допускать долгов по налогам. Также предусматривается новый вид господдержки – субсидии на вложение в объекты капитального строительства. Второй законопроект о льготах по налогу на имущество организации. Их смогут получить инвесторы, чьи проекты входят в перечень приоритетных. Этот закон вступит в силу с 2022 года. В завершении о валютах на сегодня доллар стоит 73,59 рубля, евро – 89,67. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.